Повозка примерно есть 160 или 170 лот бы даже лет, но с маленькими поздними наделками. Кто не знает, как называются вот эти две деревянные детали спереди? Оглубые, да, спасибо большое, да, включайтесь. Вот, очевидно, сюда запрягали пони, предположительно. Как вы думаете, в этой повозке, в челок, черные колеса, перед ли побольше, в челный лап, блестящий, что по блокам? И это совершенно дерево, вот это называется спицы, это обувь, а это втулка. Вот, и еще даже пошипников не было, просто туда забивали специальную такую смазку, и колеса крутились, иногда не очень долго. Как вы думаете, с чего делал пол? Он тоже деревянный, все, да, вот деревянное, но есть металлические рессоры, вот эти пластинки, которые сжимаются, и металлические восемь, которые пролистые машинки. Вот, такое типичное транспортное средство 18-19, начало 20-го века, но когда-то при умелом участии Готлиба Дальмера такая повозка превратилась в первый автомобиль. Это было в 1886 году. Готлиб Дальмер разработал маленький компактный бензиновый мотор, совсем небольшого размера, вот как чемоданчик там, то, что у нас стоит. И Александр Товарищ Вильгельма Майбахом размышлял, как повозку, которую у них стоит во дворе, превратить в самодвижущийся экипаж. Вот, есть такая вот байка, что Готлиб ходит с этим мотором вокруг повозки, спрашивает Вильгельма, ну, может быть здесь мы поставим мотор, может быть здесь, внизу, сверху или сзади. Вот, подскажите, Вильгельма, где нужно поставить мотор, как вам кажется? Хотят некоторые спереди. Они, наверное, посмотрели на этот зал, в этом зале все машины имеют мотор спереди, абсолютно. У них у всех классическая компоновка, ну, кроме вот новой машины, которая около ворот. Спереди мотор, карданный вал, который крутит сзади колеса. Вот. Вам тоже хочется мотор сзади поставить? Или спереди? Хочет сзади. Почти никто не угадал, потому что, вот, на самом деле, мотор был размещен посередине. Вот, снизу, а вот это место. И сюда наверх выходили крутилки, с помощью которых можно было немножко больше бензина или больше воздуха направить в мотор. А спереди, поскольку лошадки нет, а есть механизм, который называется дыш, лапни поворотный, кромневой механизм. Смотрите. Откуда лошадка раньше, туда и передняя коробка поворачиваются, то пришлось просверлить отверстие и к этому взворотному пробу приделать рычаг типа кочерга. Поэтому, если когда-нибудь увидите патент, в интернете он размещенный, то вот на первой машине Глот-Батальмер может быть ездить вдвоем. Один рулил, а второй занимался мотором. Вот. Как вы думаете, вдвоем, может быть, хорошо управлять машиной? Может быть, это люди, которые понимают игрушку с полуслова? Ну, тем не менее, все-таки через три года это было все переделано, и все оказалось в руках одного человека. Хотя на машине второго изобретателя в другом городе жил Карл Бенц, но он сделал трехколесную поворотку. По современным меркам мы бы сказали, что это трицикла, не совсем автомобиль, это ближе к мотоциклу. У него все управлялось одним человеком, и он тоже занимается лидерством в числе тех людей, кто изобрели автомобиль. Кстати, еще не про автомобили, а про другое хочу сказать. Слово «Тачанка» вам, наверное, тут уже всем известно. Так вот, «Тачанки» они были не на телегах всегда, они были именно на таких подрессоренных повозках типа «Фаэтон». Кстати, «Фаэтон» это название за счет вот такой откидной крыши. Вот, в жаркую погоду от солнца можно спрятаться, или небольшой дождик. И такие деятели, как «Чапаев», как «Махно», собственно говоря, да, у немецких колонистов отнимали такие «Фаэтоны», пулеметы устанавливали и гоняли по степям, стреляя по врагам на таких «Тачанках», которые были сделаны из «Фаэтонов». Ну и автомобили, все-таки опять сюда вернемся, почти 20 лет после города Либо-Дельмера делили по этой старой технологии. То есть брали в основном за основу какой-то конный экипаж. Единственное, что от железнодорожных вагонов добавили крепкую металлическую раму внутри, такое основание, скелет. Но колеса были с деревянными спицами, рессоры похожие, кабины были похожи, у многих машин были именно крыши открытого типа типа «Фаэтона». Вот, но теперь немножко отдохнули, пойдемте до самого старого автомобиля. Теперь дойдем, опять к началу того ряда вернемся. Уже в 3500 году в автомобиле можно было видеть такие же органы управления, как в современной машине. Вы смотрите, здесь есть три педали и два рычага. Кто-нибудь не подскажет и современным, и в этом старинном автомобиле, за что отвечает левая педаль? Это сцепление, совершенно верно, вы ответили, потому что здесь есть рычаг переключения скоростей, то есть здесь механическая коробка передач. Вот этот рычаг переключает две или три скорости вперед и одну скорость назад можно было сделать. Сцепление это, чтобы шестеренки не бились друг по дружке, их разводят, потом обратно соединяют. В машине с автоматической коробкой педалью будет всего две педали, будет только газ и только тормоз. И не будет рычага переключения скоростей такого типа. Вот просто машина, опять же, ровесник. Решка стоит машина «Форд» и там нет рычага переключения скоростей. Здесь он есть, там нет. Были разные системы управления. Ну давайте вернемся. Вторая педаль за что отвечает? Это тормоз. Но в этой машине этот тормоз не основной. Это тормоз трансмиссионный. Основной тормоз в виде рычага, мы бы сейчас пришли, что-то ручник. Вот, но в те годы это был основной тормоз, а этот тот, который ограничивает обороты мотора. Причем это можно было понять, знаете, по ощущению. Поскольку приборов нет, никакого тахометра нет, вот либо вам кажется, что машина быстро едет, либо какая-то вибрация, тогда вот можно было немножко мотор успокоить, нажать им на эту среднюю педаль. А третий педаль за что отвечает? Это газ, да, или акселератор. То есть с помощью этой педали вот поступление бензина, да, в карбюратор, в мотор осуществляется. У соседнего автомобиля устройство не такое. У Форда Ortea тоже три педали, но там скорости переключаются в общий левая педаль. Нажатие на неё превводит включение первой или второй скорости. Есть тоже трансмиссионный тормоз и задний тормоз в виде педали. Арчага переключения у скоростей нет, и педали сцепления нет, и педали газа нет. Есть два рычажка. С левой стороны рычажок, это опережение зажигания, с правой стороны рычажок, это открытие заслонки. То есть некоторые маленькие школьники думают, что там поворотники, это не поворотники, не дворники. Это рычажки, с помощью которых управляем мотором. То есть машины практически ровесники, но вот были разные, разные системы управления. Причём французы, они молодцы, они оформили это патентом, и тот, кто хотел повторять управление с педалью сцепления, с педалью газа, с чеком переключения скоростей, до 27-го года должны были платить денежку за патент. У машины керосиновую лампу спели, смотрите, да, фитилёчек, ёмкость для керосина, сзади прожигали, открыв эту дверку, и можно было ехать, как вы понимаете, освещая только 2-3 метра перед собой, не больше. Примерно в это же время появляются ацетиленовые фары, если это был музей Бадим Задорожного, там нужно увидеть такие более мощные прожекторы, на боку ацетиленовую установку, которая работала, соединяя карбид с водой. Ну и только к концу 50-х годов появятся твердые электрические лампочки. Колёса с деревянными спицами, вот спереди маленький моторчик, представляете, 909-й год, мотор всего 2 цилиндра, 8 л.с. И та скорость, которая допускалась на таком автомобиле ездить в городе Париже, в то время была всего 16 км в час. Допустимая разрешённая максимальная скорость. За городом машины могли идти побыстрее, но таких дорог пока ещё было крайне мало. И ещё у этого такси есть другая, вторая легенда, это, видите, вот аппарат с таксометром, автомобиль, который из той самой серии марцких такси. Может быть тоже кто-то эту историю слышал, в 1914 году немцы во время первой мировой войны активно приблигаются к Парижу. Военное руководство срочно вызывает марокканскую армию, которая в марокканской дивизии прибывает, а в сентябре 1910-1914 года, всё путают даты. Но их не на чем везти на линию фронта. Кончились железнодорожные вагоны, кончились военные грузовики. И тогда военное руководство договаривался с мэрией Парижа. И удалось добыть примерно 200 автобусов, примерно 450 таких такси фирмы Рено. Некоторые частные автомобили тоже ликвидировали. И 6-7 сентября на линию фронта было поставлено примерно 6,5 тысяч солдат. В 1918 году одно из таких такси нашли, поставили в Национальный Парижский музей. И вот в начале этого года один московский предприниматель тоже такую машину из Франции привез, разместил в нашу музей. Потому что у нас сейчас немножко всё в сторону городского общественного транспорта, и такси как раз вот довольно здесь уместно. Хотите мотор, что это такое перемычки. Вот, внутри здесь прячется маховик. Вот ручку раскручивали, и маховик тоже участвовал потом дальше в работе. Вот, есть две свечи. Но не получится сейчас завести, потому что нету проводочков. Почему-то, вот они куда-то делись. Вот этих изоляторов от магнета сюда должны приходить проводочки, которые зажигают свечу. Интересное тоже решение. Радиатор находится сзади, за мотором. Нет вентилятора, и мотор спереди, а радиатор находится сзади. Такую машину, предположительно, делали около полутора-двух недель. Здесь очень много деревянных деталей. Вот кабина каркарета спереди. И это был очень долгий, такой вот непростой процесс. Тот человек, который придумал массовые автомобили, вы его всё знаете, его зовут Бен Респорт. Давайте ряшком об этом поговорим. В этом году блокик «Даймер» соединяет мотор с повозкой. И это, кажется, первый автомобиль, который едет по земле, по дороге. Буквально через один год уже у него дальше следующий проект – мотор для катера. И катер обогнал по реке Дунай все пароходы, которые были с большими такими колесами, путящие. Это его достижение на воде. И ещё год он стремится в небо и договаривается с установкой его мотора для дирижабля. Вот, поэтому уже к 1900 году он освоил небо, землю и воду. И появляется трёхручевая звезда. До 1926 года фирма «Бенса» и фирма «Даймера» – это две разные фирмы. Но потом потомки решили объединиться. И появляется вот такой объединённый как бы вот знак, где мы видим трёхручевую звезду «Даймера». Внизу фамилия «Бенса» прямо написано. От него же два лавровых веночка по бокам. Но сверху вот у нас новое слово – это «Мерседес». Это дочка заказчика, дочка Эмилия Елена, которому очень нужна была спортивная гоночная машина. Он хотел принять участие в ралли. Я предполагаю, что это, знаете, был клуб «Золотой молодёжи», в который ему очень хотелось попасть. Члены королевской семьи, дети бизнесменов. Вот они летом катались на дорогих автомобилях. И там, ну, несколько вот самого дневного мероприятия, сколько вечернего, когда уже вот они все пыльные, такие садятся за стол, выпивают, обсуждают, кто кого обогнал, подрезал. Вот, и можно как-то вот там порешать какие-то свои вопросы. Вот, и у Эмилия Еленука была приличная сумма денег. Он посмотрел по сторонам и выбрал лучшего немецкого механика, это Даймлера и Майбаха, которые вместе тогда работали. Вот, и они стали разрабатывать для него этот гоночный автомобиль, в котором будет всего два места, и мотор будет 35 лошадиных сил. Помните, я вам показывал Рено, да, всего 8 лошадиных сил. В машине, первом Мерседесе, будет мотор 35 лошадиных сил. И к 1901 году машина была готова. Папа прибывает на завод Даймлера со своей маленькой 9-летней дочерью, которой звали на самом деле Адриану Мануэлу Рамону Еленок. А Мерседес это ее ласковое прозвище, которое папа очень любил, это слово. Чуть позже, разбогатив, он назовет так яхту, потом гостиницу, потом казино. Заняв пост финансового директора фирмы Даймлера, он это название даст дальше, как бы, вот, целую серию автомобилей. Но вот в 1901 году, вот еще только одна первая машина, девочку посадили в этот белый автомобиль с черными крыльями, сделал несколько фотоснимков, а потом папа попросил девочку покатать. Она до этого автомобиля никогда не ездила, была знакома только с конными повозками. И вот ручку покрутили, мотор залевел, дым пошел, повозка тряслась, и она, вцепившись в сиденье, стала кричать громко, «Спасите! Убезите меня из этого ада!» Вот, мотор выключили, и она тихонечко даже произнесла, «Пожалуйста, только на лошадках, только на лошадках». Ее домой отправили, она к машине больше года не подходила. Вот, папа вот хотел девочку удивить и обрадоваться, включился совершенно наоборот, но, тем не менее, вот, название все-таки через некоторое время закрепилось. А в 1936 году, когда Гитлер подписывал лично приказ об отмечании годовщины фирмы, его любимой, Мерседес-Бенц, вот, из статей «Черная ручка» была вычеркнута фамилия Эмилия Ермарка. Я думаю, не надо объяснять, почему. Человек, который очень много сделал для финансового благополучия фирмы в начале 20-го века, но его фамилия вычеркнула, потому что национальность у него была неправильная. Вот, у нас среди этих автомобилей, кстати, вот эти машины трофейные, кроме крайнера. Вот эти три автомобиля, это машины, которые когда-то наши машины, генералы имели возможность в 1945-1946 году привезти сюда. Вот, очень редкий кузов, это машина-лимузин, кабриолет еще не поменялся, что вывод. Вот этот автомобиль, у него кабина, которая имеет сверху крышу, как у кабриолета. И вот в такую погоду, как сейчас, это очень актуально. В те годы еще не забрели кондиционер, и здесь можно было, да, без крыши, с опущенными окошками, ветровое стекло можно было поднять, и машина едет, обдуваемая свежеводухом. Но она еще, кроме того, что кабриолет, она еще лимузин. Есть внутри стеклянная перегородка, которая отделяет водителя от пассажиров, и заднее сидение немножко подальше отставлено, вот, в более дорогой версии даже еще были внутри складные такие дополнительные стульчики, именно в этой машине нет. Вот черный седан, который за моей спиной ужасен сейчас, в нем в мундире ехать ужасно, в городе была разрешена скорость 35 км в час, форточек нет, вентилятора нет, кондиционер только мечтает о нем, вот, и он сам нагревается где-то до 70 градусов, может было яичницу приготовить на капоте автомобиля. А у него, кстати, не осталось, да? На самом деле пробочки есть, они убраны у нас в специальный ящичек, потому что пробочки вот на этих автомобилях, в отличие от той, они просто снимаются и кладутся в карман ПТУшникам и уносятся, да. Мы потом бежим к выходу и просим ученика ПТУ, колледжа, извините, карманы вывернуть. Вот, поэтому два раза это произошло, вот, и все, да, решили убрать от греха подальше, они, слава богу, сохранены, вот, но некрасиво тут вот бумажкой заткнули пробку для радиатора. Вот, у этой машины есть еще очень странные пенальчики за запасными колесами, видите, с обеих сторон такие блестящие пенальчики, внутри которых красные флажки, семафорчики, которые выскакивают по мгновению руки водителя, переключая тумблер, вместо руки, помните, раньше водитель показывал налево или направо, теперь семафорчик делает это место руки красный флажок, который выскакивает из этого пенальчика. И это происшествовало до 49-50-го года, потом в Европе будет признан новый регламент, и вот мы с вами, ту машину, которую прошли, вот она сделана после войны, поэтому у нее желтые плафончики. А если вы приглядитесь, то увидите и бывшие поворотники, которые вот там вот между дверями, но немножко сейчас там темно, но тоже чуть-чуть, красная такая маленькая щелочка высовывается, здесь есть и так, и так, но в 50-м году новый регламент, и все, теперь уже можно мигать лампочкой, спереди-сзади они появляются, а чуть позже они появятся сбоку. Еще здесь я хочу сказать спасибо Роберту Бошу. Многие девушки думают, что эта фирма делает только в холодильнике, утюги или пылесосы, вот, а на самом деле вот в своей истории еще в 19-м веке фирма началась, что они стали придумывать электрооборону для автомобилей. И ту систему зажигания, которую мы сами используем до сих пор, придумал Роберт Бош, электрические моторчики, я его все равно переключу, все равно. Моторчик электрический, видите, там проводочек, вот уже не рука, не пневмо, не вакуум, а вот электрический нормальный моторчик. Лампочки, которые появились в автомобилях, многие пытались, даже Томас Эдисон, но именно лампочка Боша победила другие фирмы, потому что он придумал то, что нормально работает, на ухабах не перегорает, дает нормальный луч света, аккумуляторы, генераторы. Клаксоны, вот эти вот маленькие, видите, с подписью Бош, это тоже все его разработки. Только в 1935 году появляется его первый холодильник, первый бытовой прибор. Это машины в стиле 30-х годов, видите, у них отдельно фары, капоты с боковыми створками, большие крылья, вот, а в послевоенный период появляется новый стиль автомобиля, который называется понтончик. До конца мы дойдем, в этом зале ездим на расправную машину, который был сделан в 1957 году. Как вы понимаете, война очень серьезно повлияла на всех, эфирный Мерседес в некоторое время делала машину еще на старинке, но в 1957 году они опять стали на ноги, вот, эфирляционная модель, которая заявила на весь свет, называется она Мерседес 301, в честь у нас его в Германии его назвали, вот, и у нее новый стиль, который называется понтонный. То есть теперь капот открывается вверх, как пасть аллигатора, не боковые створки, крыло соединили с капотом, фары аккуратно встроили, встроили в крыло, появляются поворотники, молдинги. Вот, когда-то в Москве было, говорят, виды этих автомобилей, у посольства, естественно, ФРГ, у посольства какой-то скандинавской страны и у посольства одной из африканских стран. Это совсем забавно, потому что, да, там типа Конго, вот, они освободились, люди там в стране еще бананы едят, голые бегают, вот, но для посольства они покупают самую дорогую на тот момент машину. Ну, не Кадиллак американский, но немножко поближе они взяли немецкий Мерседес. Очень престижный автомобиль того времени. И примерно того же времени, напротив, два Ягуара. Давайте посмотрим. Мы видели с вами корректный стиль, мы видели с вами понтонности, и постепенно приходит новый стиль, который называют плавниковый. То есть сзади появляются плавники, появляются такие брови над фарами, и появляются элементы, как будто бы взятые от самолета. Вот, то ли винты, то ли турбины какие-то, а прямо какой-то реактивный самолет здесь на капоте установлен. Да, много хрома, гораздо больше, чем это было раньше. Бьюик это не, как это сказать, фирма, которая делает не самые большие автомобили. Самые большие были Кадиллаки, вот это классом чуть-чуть ниже, но очень ярко модель получилась. У нас буквально 4 недели назад в музей приезжал один кубинец. По поводу москвичей, как ни странно, но он когда в музей пошел, побегал сразу сюда, на это место, и стал кричать, что у его соседа, вот у меня на такой Бьюик 1956 года, который уже прошел 4 капитальных ремонта, и до сих пор возит туристов. То есть, вот их тогда навезли много, и машины, да, так долго служат. Яркий, красивый автомобиль, и на этом месте вы, знаете, еще можете сделать одно сравнение, вот просто как машины меняются. Вот это тоже Бьюик 1935 года, он еще делал в этом старом паретном стиле. Да, у него плоская деревянная крыша, очень широкие подножки, черный цвет, плоско-лобовое стекло, фары, которые отдельно, вот, и через 21 год, и в таком стиле. Деревянная крышка. Деревянная крышка. Да, совершенно верно, и вот сверху это вот искусственная кожа, которая натянута на деревянную брюшотку. То есть, еще в 1935 году в Америке не было вот этих новых технологий, которые придут буквально через год-два. То есть, если мы продолжим клятву, там больше вот серо-глубой форт, он уже сделал, в конце 30-х годов, у него уже плоская металлическая крыша. Но, правда, крыша из 8 элементов, она между собой там сварена, эти элементы, и сверху это либо голова, либо, ну, не шпаковка, тогда другие материалы использовали, вот, но вот, да, стиль, который изменился буквально через год-два от каретного к стилю, который тогда называли вот, как бы, крышка перевернутая ванна. Такой был датермен. Вот, и переход к плавниковому стилю, стиль, который с самого пика достигнут в 1959 году. Вот, мы с вами дойдем до 4-го зала, и там, вы видите, розовый кадиллак с самыми большими сзади плавниками, они почти 35 сантиметров. Вот, там будут машинку управлять. Причем у меня тоже был такой пример, совершенно вот такой, омерзительный, наверное, потому что вот было два инвалида войны, у одного была ступня отрезана, а у другого вот нога выше колена была отрезана. И тот, который бы без ступни, никак не сумел, очень просил. Ему не дали инвалидному эту коляску, недостойный. Вот, но тем не менее, вот, моторчик 7 лошадиных сил сзади всего для тяжелой машинки, 400 килограмм, это было маловато. Вот, но дальше с этой машинкой происходит веселая история, потому что она понравилась Леониду Гайдаю, который в 64-м году снимает великий фильм «Операция или другие приключения Шурика». И в одном из эпизодов готовится ограбление склада, машинка стоит на территории и мешает грузовикам покинуть территорию склада, и один из водителей кричит заменить эту фразу «Где это в чертов инвалид?». А появляется совсем не больной, не безногий, а здоровый бывалый, который, во-первых, толкает водителя, не шуми, я инвалид. А дальше бывалый подходит в мото-коляске, один упирается вот тут в передней части за фары, и один ее за 2 секунды разворачивает. Хоп, она. Легко, непринужденно, еще, говорю, 400 килограмм она весит. Говорят, там какой-то киношный трюк, потому что снималось камеры сверху и на снегу, на белом фоне, там какие-то были белые веревки и направляющие такие, которые помогли это сделать. Тем не менее, всем это очень понравилось, этот кадр, этот жест, и у машинка родилась народная площадка «Маргуновка» в честь Евгения Альсовича Маргунова, так все ее в основном сейчас ее именуют, инвалидка-маргуновка того самого периода. Уже потом, в 60-х годах, она сменится инвалидкой, которую будет называть «Кирпич», такая более угловатая будет формами, с чуть более мощным мотором. В 60-х годах еще появляется «Горбатый Запорож», который там чуть-чуть дальше, вот, я видел. Очень классно Гитлер кричать. Хочу, чтобы у каждой немецкой семьи был встать дешевая машина, хочу, чтобы у нее мотор был в зале, хочу, чтобы она ела мало бензина, хочу, чтобы она была надежная, стоила не больше тысячи марок, разгонялся 20 километров в час. Его кто-то рок-как там спрашивает, «Андольф, а как машина должна выглядеть?» Поясните нам, мы не знаем. Вот, сейчас я нарисую, взял листочек, взял карандаш и нарисовал силуэт этого будущего автомобиля, прямо на глазах. Ну, знаете, он был хороший художник, на самом деле, да, вот, ну, как хороший, брал открытки и нарисовал большие картины по открытке. Вот, но, тем не менее, вот этот силуэт, этот эскиз, он прошел по рукам, и уже через год, в 35-м году фирма Мерседес пытается Гитлеру показать свой проект Мерседес 170х, который, вот, на сути, внешний еще похож, вот, и мотор тоже сзади, но машина была тяжелой по весу, кушал почти 13 литров бензина, самая страшная, цена себестоимости была почти 2000 марок. Вот, и Гитлер страшно опять заругался, кричал, вы меня расстроили, идите, занимайтесь, как дела, этим самым кабриолетами своими, вот, а в это время в уголочке стал сердинор Порши, который у себя в блокночке делал пометки, и он еще полтора года подождал, но все-таки разработал то, что хотел Гитлер, и появляется в 37-м году его проект, КДФ, так он назывался, а через к силу крадости в честь немецкого профсоюза, который поддержал финансово, вот, и машина имела мотор, который потребовал всего 7,5 литров бензина, у машины была хребтовая рама, вот, и цена, самое главное, была 987 рейсмарок, вот, и проект был одобрен, в Возборге построили большущий завод, но только вот уже на производство, они вышли в 39-м году, и буквально через полгода начинается Вторая мировая война, и производство гражданских автомобилей сворачивает, складывает все аккуратно в ящики, убирает в подвалы, а приходят на эту территорию в 45-м году англичане, кстати, Порши в тюрьме сидел в 45-м году, вот, и англичане восстановили завод, потом передали права немецкому правительству ФРГ, вот, и потом подключилось еще 7 стран, которые тоже стали эти машины выпускать, и они в книгу рекордов Геннса будут записаны с цифрой 21 миллион 540 штук, без каких-то серьезных изменений, то есть все эти годы, мотор сзади оппозитное воздушное охлаждение, все эти годы хребтовая рама, единственное, вы меня, конечно, можете поймать, бампер у меня такой был, эта машина примерно с 76-77 года в Бразилии, здесь поворотники, здесь такой бампер, здесь крыша вот виниловая, в ранних версиях, конечно, был только вот металл, фары были снаружи в первой версии, не было поворотников, а на салон вообще не смотрите, салон в этой машине просто новый, должен быть как в Запорожье, вот, низенькие, тоненькие, узенькие сиденья, но если вы видите и совершаете дальний какой-то пробег, у вас спина заболит, нога заболит, вот, поэтому владельцы вот поменяли на обновленный салон, чтобы было, можно ездить в более долгий период, вот, давайте еще чуть-чуть пройдем, уже начать переключения, и это вот просто произведение искусства, вот это зеркало на ножке, вот, с точки зрения вот внешности, с точки зрения дизайна, Harley L постарался, и это вот просто действительно вот произведение искусства, вот можно просто вот наслаждаться этим, но к сожалению, немножко подкачали те, кто делал начинку, то есть поставили не очень мощный мотор, они, знаете, как бы вот, я им говорил, изучали английский опыт и поставили вот немножко не то, не тот мотор, очень жесткую подвеску они сделали, и когда в 50-е годы, в середине 50-х годов были любительские соревнования, люди приезжали из Германии, ну вот сзади стоит Mercedes 190 SL, да, у него был старший брат, крылочайки, 300-й Mercedes, вот, там MG мы видели, да, 50-х годов. Челеский neat! Германию! . .